Всем большой-большой привет! Меня зовут Ксения Сумина, я готовлю ребятку ГЭП по русскому языку в Школково. И сегодня у нас необычный ролик, мы будем разбирать самый странный текст из ГЭП по русскому языку. Почему он странный? Потому что этот текст встречался, во-первых, несколько лет подряд, то есть несколько лет подряд, напомню, в серьезе составители вариантов просто почему-то давали его. И вдруг в третий год подряд этот текст встретится, а вы будете к нему готовы. Это первая причина. Вторая причина. У этого текста все еще слегка неподходящее понятие для 13.3. И мы разберемся, почему так сложилось. Сначала прочитаем. Параллельно будем отмечать важные и интересные моменты. Гринька и Федя собрались налог за щевелем, и Фаня пошел с ними. «Ступай, ступай», — сказала бабушка. «Наберешь щевелю, зеленый щи сварю». Весело было на лугу, траву еще не скосили, и кругом далеко-далеко пестрели цветы. Красные, синие, белые. Без луг был в цветах. Ребятишки разбрелись по лугу, широко раскинувшемуся до самого горизонта, и стали рвать щевель. Все дальше уходили они по высокой, некошенной траве, по веселым цветам. То есть, здесь есть акцент на ярком описании природы. Дети весело проводят время, а главное — беззаботно. Есть эта атмосфера радости, беззаботности, то есть ничего не предвещает беды. Вдруг Федя сказал. «Что-то здесь много пчел». «Правда, здесь пчел много», — сказал Иваня. «Все время гудят». «Эй, ребята!» — закричал издали Гринька. «Поворачивай обратно! Мы на пчельник запрели! Вон ульи стоят!» Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации, сквозь ветки которых были видны деревянные пчелиные домики. «Ребята, отступай!» — скомандовал Гринька. «Только тихо! Руками не махай, а то пчелы закусают!» Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить пчел. И совсем было ушли от пчел, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. То есть, дети очень быстро заметили, что вокруг них много пчел. Очевидно, что вести теперь себя следует осторожно. В этом случае можно оказаться в настоящей опасности. На вас налетят пчелы, и они вас закусают. На первый взгляд кажется, что самый решительный и самый разумный, мудрый даже — это Гринька. Он быстро сориентировался, призвал товарищей по трапецицу уйти с пчельника и советовал вести себя аккуратно. Однако неожиданно именно Ваня обращает внимание на то, что с кем-то случилась беда, что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал маленький Восятка, сын пчеловода. Он забрел на пчельника и стоял посреди ульев, а пчелы так и налетали на него. То есть ситуация, в которую попал Восятка, ужасная. Нам жалко героя, потому что его искусают пчелы. Нам жалко ребенка. Непонятно, как он выберется, кто его спасет. Он же маленький. Чтобы помочь мальчику, нужно оказаться у пчельника и подвергнуть себе опасности. То есть дворовольно подойти к насекомым, которые могут укусить. Мы видим, что перед компанией друзей стоит непростой нравственный выбор. Пойди навстречу опасности ради спасения мальчика или пройти мимо чушьей беды. Ребята, крикнул Ваня, Восятку пчелы закусали. Если мы пойдем за ним на пчельник, то и нас пчелы закусают, ответил Гринька. Во-первых, Гринька явно не собирается помогать Восятке. Первым делом он думает о себе, не хочет быть покусанным. Герой не готов рисковать чем-то ради другого человека. То есть мы можем сказать, что он отчасти ведет себя даже эгоистично. Затем, надо его отца позвать, сказал Федя. Когда пойдем мимо и дома, его отцу скажем. Федя так же, как и его товарищ, не проявляет сочувствия к Восятке. То есть некоторым людям проще переложить ответственность на других, чтобы не подвергать себе опасности. Федя тоже не готов что-то делать ради другого человека, пусть даже не особо сильно с хорошо знакомого. Он в любом случае не готов для него делать ничего. То есть он готов пойти мимо дома, сказать что-то папе. Но сколько времени пройдет, пока они дойдут до его дома, пока они все расскажут папе, пока папа добежит до Пчельника. Его же закусают всего. И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошел прямо на Пчельник. То есть Федя и Гриня, Гринька, ведут себя эгоистично. Они не предпринимают никаких действий, чтобы помочь Восятке. Они условно отмахиваются от помощи ему. Мальчики говорят общие слова и решают сделать вид, что произошедшее не имеет к ним особо никакого отношения. Ваня неравнодушно себя ведет. Он переживает за сына пчеловода. И поэтому, несмотря на опасность, несмотря на трудности, на риск быть покусанным, пошел выручать его из беды. Иди сюда, крикнул он Восятке. Но Восятка не слышала. Он отмахивался от пчел и кричал во весь голос. Ваня подошел к Восятке, взял его за руку и повел с Пчельника. До самого дома довел. Ваня не только спас мальчика от пчел, но и проводил его до дома. Какой Ваня в наших глазах? Милосердный, добрый, заботливый. Также он проявил мужество, отвагу, героизм, силу духа и так далее. То есть, ему не безразличны проблемы окружающих. Он готов помогать, даже если подобная поддержка связана с довольно серьезными рисками для собственного здоровья. Восяткина мать выбежала на крыльцо. Взяла Восятку на руки. Ах ты непослушный! Зачем на пчельник ходил? Вон, как пчелы искусали. Посмотрела на Ваню. Ах, батюшки Ванек, и тебе от пчел досталось из-за Восятки. Ты не бойся, поболит, перестанет. Мне ничего, сказал Ваня. И пошел домой. Пока шел, у него распухла губа, и века распухла, и глаз закрылся. Мы понимаем, что сам герой считает свой поступок правильным. Говорит, мне ничего. То есть, у него нет гордыни, например. То есть, помощь ближнему превыше лишь личных забот. Также подчеркивается, что ему тоже досталось. Губа распухла, века распухла, глаз закрылся. Его очень сильно вкусали. Но он не акцентировал на этом внимание. И не оценивал последствия нападения насекомых как серьезную проблему. Он теперь в безопасности. Он в плане Восятка. Ну и хорош, сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? Пчел, ответил Ваня. А почему же Гриньку и Федю пчелы не тронули? Они убежали. А я Восятку вел, сказал Ваня. А что ж такого? Поболит? Перестанет. Становится ясно, что боль, причиненная пчелами, пройдет и быстро забудется. Но гораздо важнее следующее. Неравнодушие мальчиком вовремя спасло Восятку от еще большего количества укуса. Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. Федя с Гринькой от пчел убежали, сказала бабушка. А наш, простофилия, полез Восятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела. Что бы она сказала? Ваня глядел на отца одним глазом и ждал. Что сказала бы мама? А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу. Правильно, сынок. Сам пропадай, а друга выручай. И мама сказала бы. Молодец у меня, сынок. Вот бы что она сказала. В финале текста есть важная мысль. Ваня очень внимательно относится к вопросу о том, что о его поступке сказала бы мама. Нам становится понятно, что мнение самого родного человека для мальчика очень важно. Он с нетерпением ждет ответ отца, что бы сказала мама. И автор отмечает, что отец испытывает гордость за сына. И говорит о том, что мать Ваня тоже посчитала бы его поступок правильным. Читатель может и сознать. Если дружба действительно важна для человека, его не остановят никакие препятствия. Ведь отзывчивость, готовность перейти на помощь в любой момент – основа крепких отношений между товарищами. И самое теперь начинается интересное. Что мы могли бы использовать для сочинения 13.2? Нам надо написать сочинение рассуждения и объяснить, как мы понимаем смысл фрагмента текста. А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу. Правильно, сынок. Сам пропадай, а друга выручай. В целом, высказывание нам будет понятно. Нам нужно будет привести два примера из текста. И какие нам нужны будут примеры? В качестве первого, что можем использовать? Рассказать про героев. То есть, ввести в курс дела. Что происходит? Что они пошли на луг за щевелем. И говорим, что на лугу их ожидала опасность. В виде пчел, которые там присутствовали. Затем. Надо рассказать, что Васятка попал в беду. Гринька и Федя проявили равнодушие, эгоизм. Не захотели помогать мальчику. А Ваня, наоборот, смело пошел спасать сына пчеловода, несмотря на риск быть искусным. Васятке было страшно, но Ваня собрал всю волю в кулак и увел товарища подальше от пчелиных укусов. Для второго примера мы расскажем, что Ваня сильно пострадал от укусов пчел, однако не обращал на это никакого внимания. И главное, у него не было гордыни. То есть он считал, что безопасность Васятки для него важнее собственных проблем. Затем. Покажем, что взрослые тоже воспринимают происшествие спокойно. В последних строках отражена родительская гордость за Ваню. Мальчик проявил силу духа спас друга, несмотря на опасность, что характеризует его как доброго, заботливого, смелого, отважного, мужественного человека, готового прийти на помощь. И это не единственная схема построения примеров в этом сочинении. Например, что можно было бы еще использовать? В первом примере рассказать про поступок Гриньки и Феди. Сказать, что он эгоистичный, что он нравственно неправильный, что они не пошли спасать посяку. А во втором примере уже использовать пример про то, что Ваня все же был мужественным, сильным духом и пошел его спасать. То есть сопоставить поведение Гриньки и Феди с поведением Вани. Такое тоже допустимо, почему бы и нет. В сочинении 13.3 нам надо написать сочинение рассуждения на тему, почему нельзя бросать человека в беде. А теперь самое интересное. Дайте определение понятию отзывчивость. Почему самое интересное? На протяжении многих лет этот текст в банке ФИПИ был с другим понятием. Он был с понятием взаимовыручка. А как вы понимаете, взаимовыручка подразумевает, что, например, я кого-то выручила, и этот кто-то выручил меня. То есть про взаимодействие людей. А здесь взаимовыручка какая-то в одну сторону была. То есть только Ваня выручил Восятку, а Восятка в сторону Вани ничего не сделала. Очевидно про взаимовыручку. Здесь было писать очень странно, потому что ее толком здесь и не было никакой. Поэтому составители в этом году, когда обновляли банк ФИПИ, добавили сюда понятие отзывчивость. И поменяли его. То есть теперь у нас нет текстов про взаимовыручку, есть один текст про отзывчивость. Этот. Но и отзывчивость в целом сюда очень странно даже притянуто за уши подходит. Почему не добавить сюда просто текст про доброту? Точнее, не сказать, что это текст про доброту? Непонятно. Про дружбу? Непонятно. Почему именно взаимовыручка? Почему отзывчивость? Это вопрос, конечно, интересный, на который у нас, к сожалению, нет ответа. И от этого текст считается довольно странным. Но. Что мы могли бы использовать для сочинения 13.3? Мы бы рассказали, что Васятка попал в беду, что Гринька и Федя проявили равнодушие, они захотели помогать мальчику, а Ваня, наоборот, смело пошел спасать сына пчеловода, несмотря на риск быть искусственным пчелами. Он собрал волю в кулак и увел товарища подальше от пчелиных укусов. Затем рассказывал, что Ваня сильно пострадал. Однако не обращал на это никакого внимания, у него не было гордыни. Потому что безопасность Васятки для него была важнее собственных проблем. Затем мы расскажем, что взрослые воспринимали это тоже довольно спокойно. И что отец гордился им, говорил, что и мама тоже бы им гордилась. Потому что он поступил правильно. Он выручил друга в трудной ситуации. Он поступил как добрый, заботливый, смелый, отважный человек. В качестве примера из жизни вы могли бы что-то рассказать про отзывчивость в реальном примере из жизни или его выдумать. Можно было бы привести пример из литературы. Например, произведение «Чудесный доктор» Куприна отлично сюда бы подошло. Но и любое другое тоже почему бы и не. То есть, давайте суммируем. Текст там по себе. Довольно странный. Потому что взаимовыручка сюда не подходила. И отзывчивость сюда не особо сильно подходит. Но, тем не менее, этот текст был несколько лет подряд на ОГЭ по-русскому языку. А именно в 2022 и в 2023 году. Будет, конечно, довольно забавно, если и в этом году его тоже дадут. Но вы хотя бы будете к этому готовы. Поэтому, дамы и господа, не забывайте готовить скулья по-русскому языку. И до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok